Дорогие друзья, Дима Епифанов подогнал мне супер задачу. Дима Епифанов, между прочим, многократный чемпион разных соревнований по Рензию, чемпион Европы в прошлом, а может и в настоящем, точно не знаю. В общем, один из лучших Рензистов мира. А что такое Рензию? Это крестики-нолики на очень большой доске по определенным правилам. Ну и мой старший сын у него учился, сейчас еще Света у него учится, когда Бериндеевы поляна происходят. В общем, такой клевый мужик, песни поет, ну и очень любит всякие задачки. И вот его задача. Есть 100 золотых монет. Одинакового веса. Веса, скажем, х. И есть 100 монет с позолотой. Бракованных. Но не отличимых от этих по внешнему виду никак. Эти все тоже одного и того же весу. Известно только, что эти легче. Но насколько там на одну сотую процента легче или вдвое легче, это мы не знаем. Вопрос, за какое количество взвешиваний на обычных весах можно гарантированно представить внешнему наблюдателю две кучки монет одинакового количества и разного веса. Вот так. Вот такая задача. Не обязательно 100 на 100. А сколько-то здесь, сколько-то здесь. Но нужно, чтобы гарантированно. Вот вы предъявляете эти две кучи, человек проверяет, это 100% будет ответ. Вопрос, сколько нужно взвешиваний. Думайте. А я пока не пишущий синий заменю на пишущий зеленый. Ставьте тут на паузу и думайте, потому что сейчас будет приведено решение. Так вот, решили эту задачу мы вдвоем с Мишенькой, со старшим моим. И ответ такой. Одно взвешивание потребуется вам. Но на самом деле, если честно, то, что одно взвешивание... Я сказал Диме, что я не буду очень долго думать над задачей. И он сказал, ну хорошо, тогда я тебе просто подсказываю, что достаточно одного взвешивания. И вот этой информации уже нам с Мишей было достаточно. Но я думаю, что Мишка бы и так решил, да и я бы, может, так решил. Но в нашей жизни выделить там время, чтобы сидеть и думать над задачами с монетами, понимаете, это все-таки как бы... Ну не знаю, я не могу. Но вот, значит, тем не менее, Миша меня вдохновил. В это время, пока я все это болтаю и болтаю, вы, пожалуйста, тоже попробуйте нажать на паузу и найти, какое взвешивание должно быть. И вот, внимание, ответ. Надо взвесить 67 каких-нибудь монет и еще 67 каких-нибудь монет. Варианты. Первый вариант заключается в том, что они равны друг другу. А второй вариант состоит в том, что они разные по весу. Во втором варианте мы их и предъявляем, понятное дело, да, все, задача решена. Поэтому нужно объяснить, что делать, если они оказались равны, какие тогда кучи монет предъявить наблюдателю. Так вот, ответ такой. Нужно взять вот эти 67, вот те 66, плюс одна из этих. и я математически утверждаю, что здесь не может быть точного равенства. Понятно, да, что я сказал? Я сказал, что нужно из этих двух равных куч взять одну, а из второй взять всего лишь одну монетку и слить с теми, которые мы ни разу не взвешивали. И я утверждаю, что они будут не равны. Вот эти 67, эти 67. Ну, утверждать мало. Надо доказать. Здесь вы можете в третий раз сделать паузу и попробовать хотя бы этот факт строго доказать самостоятельно. Чик. Пауза. Чик. Пауза закончена. Итак, доказательства. Предположим, что здесь оказалось равенство. Пусть так. В таком случае здесь было некоторое количество золотых монет. И здесь, естественно, столько же. Потому что кучи оказались равны, а монеты золотые и спазолоты разного веса. То есть, чтобы кучи были равны, в них должно быть, естественно, одинаковое количество золотых монет и, соответственно, одинаковое количество спазолоты тоже. Итак, здесь и здесь пока монет. И в получившемся вот этом наборе, получившемся наборе из 67, тоже должно быть К монет, извините, вот в этом. Итак, здесь К, здесь К и здесь К. Итого получилось 3 умножить на К золотых монет во всех трех этих кучах. А теперь внимание, сколько монет здесь задействовано. Здесь задействованы все монеты по одному разу и одна монета два раза. Соответственно, золотых монет может быть либо 100, если сюда попала серебряная, либо 101, если сюда дополнительно попала золотая. И это число должно делиться на 3. Противоречия. Задача решена.